Казахстан В Бишкеке суд отпустил под домашний арест семерых фигурантов кемпера Аббатского дела. Причем инициатором этого гуманного шага стали следователи. За решеткой остается правозащитница Рита Карасартова. Уже не ждем. Ничего хорошего. Я не знаю, почему мою маму оставили. Программа «Азия» на канале «Настоящее время» в бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. Великобритания ввела санкции против предпринимателя Алишера Усманова. Еще одна компания-миллиардера попала в санкционный список Соединенных Штатов. В Вашингтоне также ввели ограничения против одного из самых крупных предприятий в Узбекистане – Ахангаран Цемента. В Минфине США заявили, что Усманов имеет в своем распоряжении широкую сеть предприятий в офшорах. Проводить финансовые операции в обход санкций ему удается через членов семьи, считают, в Вашингтоне. Под санкции также попали «Металл Инвест», «ЮСМ Телеком» и «Мегафон». Все они входят в основный Алишер Мусмановым холдинг. Что касается Ахангаран Цемента, то большая часть его акций принадлежит евроцементу, который контролируется российским Сбербанком. О том, что против холдинга «ЮСМ» ввели санкции и в Великобритании, говорится на сайте правительства Королевства. В заявлении министра иностранных дел страны уточняется, что правительство закрывает финансовую сеть для российской элиты и тех, кто пытается помочь им спрятать свои деньги для войны. В «ЮСМ» заявили, что считают санкции несправедливыми и необоснованными. Как всегда, я напоминаю, если вы смотрите нас в YouTube, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал «Настоящее время Азия». Так вы поможете нам распространить это видео, чтобы его смогли увидеть гораздо больше зрителей. Теперь переходим к Казахстану. Сотрудники нефтесервисных компаний «Жанаозена», которые на днях объявили забастовку, возобновили работу. Сами жанаозенские нефтяники, которые позавчера были задержаны в Астане и позже освобождены, все еще едут домой. Между тем, активистов из разных городов страны, которые открыто поддержали протестующих нефтяников, задерживают полиции. Им дают по 15 суток ареста. Известно о нескольких подобных случаях. Все подробности узнаем у наших корреспондентов. В «Жанаозене» работает наша съемочная группа. Оттуда на связь с нами выходит Тимур Гермашев. А из Астаны до Уренха и Иргельзин, коллеги, я вас приветствую. Тимур, первый вопрос тебе. Расскажи, как обстановка в городе. Да, привет, Шавкат, привет, коллеги. Приветствую, коллеги. Обстановка в городе в целом спокойная. Как ты правильно отметил, те сотрудники нефтесервисных компаний, которые накануне решили поддержать своих земляков и не вышли на работу, сегодня возобновили производство. Но это вовсе не означает, что проблемы местных жителей решены. Люди говорят, что для того, чтобы попасть в местное градообразующее предприятие «Озенмунайгаз», они вынуждены стоять в специальной очереди годами. Есть такая компания «Озенинвест». Она занимается трудоустройством в нефтеперерабатывающую сферу, но там огромная очередь. Она не двигается. Без связей ты работу не получишь. Я встал в очередь в 2019 году. Так вот, за четыре года продвинулся только на 86 человек. Я тогда пенсии могу ждать. В целом, нефтедобыча – это единственная отрасль, в которой местные жители могут зарабатывать относительно неплохие деньги. Все, кто не занят в этой сфере, довольствуются зарплатой в среднем от 200 до 300 долларов. И пока что ситуация не меняется. Здесь растет социальная напряженность и растет безработица. Да пока все, что могу сказать коллеги. Тимур, спасибо. Даурен, теперь я обращаюсь к тебе. Скажи, что происходит в итоге с задержанными активистами и чем полиция аргументирует свои действия? Ну, ситуации у задержанных активистов разные. И некоторые из них, и их близкие, утверждают, что это уже политические репрессии. Но факт остается фактом. Тем, кто открыто поддерживал протестующих в Жанаузене и задержанных в столице, нефтяников, они уже контактируют с полицией, к ним приходят домой, задают вопросы и в некоторых случаях даже выдвигают какие-то требования, мотивируя это тем, что идет нарушение действующего законодательства. Но о том, что это открытая поддержка Жанаузенцев, то есть то, что преследуют именно за эти поступки, в открытую не говорят, но тем не менее приходится общаться с полицией. Вызвали в полицию за вчерашнее видео и слова поддержки жителям Жанаузена. Спросили, буду ли я удалять это видео. Я отказался. После отказа представитель прокуратуры зачитал статьи, по которым за этот пост предусматривается нарушение закона. В частности, закон о мирных собраниях. Якобы этот ролик является агитацией. Накануне в Астане, в Алматы и даже в Уральске задержали гражданских активистов. Это Альнур Ильяшев, Нажан Альтаев, Мухтар Тайжан и Лукпан Ахмедзиаров. Им дали по 15 суток административного ареста. Но в данной ситуации официальная причина их задержания – это участие в несанкционированном мессинге, который состоялся еще в прошлые выходные, когда была встреча Народного парламента. И де-юр им вменяют именно это правонарушение. Но сами они, и, как я уже говорил, их близкие утверждают, что как раз репрессии начались после их открытой поддержки протестующих в Жан-Аузене и задержанных нефтяников в столице. Они записывали видеообращения, размещали публикации на личных страницах в социальных сетях. И вот сегодня представители так называемого Народного парламента, их последователи в Астане провели пресс-конференцию, где потребовали и от президента Тукаева, и от правоохранительных органов освободить всех политических заключенных и тех, кого задержали буквально в последние несколько дней. Мотивирует это тем, что это никак не вяжется с позицией нового Казахстана, декламируемой официальной аккордой, и справедливого Казахстана как таково. Вот такие новости к данному часу. Ну что ж, большое спасибо коллеге. Тимур Ермашев работает в Жан-Аузене, а Даурен Хайер Гельзин в Астане. Всего доброго и до свидания. События этих дней в Казахстане далеко не первый случай, когда митинги жан-аузенцев привлекают к себе внимание всего мира. Жан-Аузен долгие годы известен как город с самым высоким протестным потенциалом в стране. Чем вызваны такие настроения в регионе, о причинах масштабных волнений в Жан-Аузене расскажет Дарья Тимофеева. В следующем году Жан-Аузен отметит свое 60-летие. Город нефтяников на западе Казахстана появился в 1964 году и до 1993-го назвался Новый Узгинь. Первые крупные волнения здесь случились еще в советское время, в 1989 году. Межнациональный конфликт между казахами и выходцами с Кавказа длился несколько дней. Перерос в социальное восстание и был подавлен спецназом МВД СССР. Тогда на встрече с властями КАЗ СССР впервые были озвучены проблемы региона, сложности с трудоустройством молодежи, недообеспеченность продуктами, нехватка школ. В течение последующих 20 лет жизнь Жан-Аузенцев, по их же уверениям, в лучшую сторону не изменилась. Несмотря на работу трех крупных нефтедобывающих компаний, основная часть населения живет бедно. Люди регулярно выходили на акции протеста, но ни одна из них не была сравнима с протестами 2011 года. Забастовка, начавшаяся весной в Актау, позже была поддержана нефтяниками Жан-Аузена. А воспоминанием участников протеста поводом стало неисполнение компаниями указа премьер-министра о начислении надбавки нефтяникам и газовикам. Позже заявлялось, что работникам госкомпании КАЗ Мунайгаз платили в три раза меньше, чем было указано в документах. Тысячи нефтяников в течение семи месяцев бастовали на центральной площади Жан-Аузены и требовали улучшить условия труда и повысить зарплаты. Он недавно? 16 декабря 2011 года в День независимости на площади Жан-Аузена установили сцену и планировали провести праздник с музыкой. Восстававшие нефтяники восприняли это как провокацию, начались столкновения. На место прибыли ОМОН и военная техника, полицейские открыли огонь по безоружным протестующим. По официальным данным погибли 16 человек, больше сотни получили ранения, среди них были и случайные прохожие. Позже пятеро полицейских получили сроки за превышение полномочий. 13 демонстрантов оказались в тюрьме за организацию массовых беспорядков. У власти тогда были другие версии произошедшего. Президент Назарбаев говорил о вмешательстве третьих сил. А по госканалам случившиеся назвали беспределом, полицейских пострадавшими, а самих участников митинга – бешеными псами и хулиганами. О расстреле демонстрантов старались не упоминать. В течение последующих лет жанаозенцы выходили на митинги с социальными требованиями, но акции протеста быстро подавлялись властями. Спустя еще 10 лет, в 2021 году, жанаозен был признан худшим из 25 городов Казахстана по качеству жизни. Рейтинг составлял на основе 54 показателей Институт экономических исследований. Жители жанаозена регулярно озвучивали в СМИ свои недовольства. Говорили о нехватке соцобъектов, плохих жилищных условиях, высоких ценах и безработице. Большинство горожан пытаются устроиться на нефтесервисные предприятия, но принять всех они не в состоянии. Других вариантов хорошего заработка в регионе нет. За годы протестов жанаозен стал для многих казахстанцев символом борьбы с несправедливостью в стране. Январские события 2022 года, жертвами которых стали минимум 238 человек, начались опять же с маленького городка нефтяников. Именно жанаозенцы первыми вышли на улицы из-за скачка цен на газ. Позже их поддержали жители других регионов. Протесты вылились в масштабные беспорядки по всей стране. Для стабилизации ситуации власти Казахстана запросили ввод войск ОДКБ. Дарья Тимофеева, Самат Алыжбаев. Настоящее время. Азия. Ну а сейчас к нам в эфир присоединяется экономист, основатель сайта Economist KZ, Касымхан Капаров. Касымхан, здравствуйте. Рад вас приветствовать в нашем эфире. Объясните, почему население западного Казахстана, региона, который богат углеводородами, живет так бедно? Что не так? Ну, во-первых, Жан-Озен – это один из 27 моногородов Казахстана. Ему присущи все слабые места, которые есть в моногородах. Это один крупнейший донор, налогоплательщик. Это отсутствие диверсифицированной экономики. И так как Жан-Озен является нефтяным моногородом, здесь еще сверху наслаивается, что сама нефтяная отрасль является капиталоемкой по своей сути и не требует очень большого числа людей для работы. Поэтому для города Жан-Озен с населением в 150 тысяч человек, конечно, нереально создать в одной нефтяной отрасли рабочие места, которые смогли бы обеспечить все население. Касамхана, тогда вы сами говорите, кроме нефти, газодобывающих предприятий в том же Жан-Озене, по сути, нет больше ничего. А почему власти, не заинтересованные в развитии этого региона, а занимаются лишь выкачиванием оттуда нефти и газа? На самом деле была государственная программа, в 2012 году она была принята, до 2020 года по развитию моногородов. По результатам она оказалась неэффективной. Государство планировало направить свои усилия в двух направлениях, это создавать рабочие места для диверсификации экономики моногородов и инвестировать в инфраструктуру. Однако данная программа была свернута, и на месте нее сейчас нет специальной программы по развитию моногородов. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, конечно, задача остается прежней, это создавать рабочие места в моногородах, в том числе в Жан-Озене, как наиболее зависимым от нефтяной сферы и наиболее сконцентрированной экономикой. Касымхан, а жители Западного Казахстана и Жан-Озена получают от нефтедобычи какие-то деньги от государства? Основной канал получения нефтяных денег для жителей моногородов является, конечно, заработная плата. Потому что все компании, которые непосредственно участвуют в добыче нефти и сервисные компании, они нанимают людей на трудовые контракты. И, несмотря на то, что заработная плата в Жан-Озене в 2,5 раза выше, чем в среднем по республике, но нужно понимать, что в данном конкретном населенном пункте очень высокая стоимость жизни, плюс есть такой фактор, как высокая рождаемость, то есть размер семьи тоже выше, чем в среднем по Казахстану. Ну и, конечно, что высокая стоимость жизни, она также диктуется географической отдаленностью и тупиковостью данного населенного пункта. А вот нефтяники, они устраивают забастовки, выдвигают требования, ну то есть чувствуют такую негу социальную несправедливость. Их требования, по-вашему, обоснованы? Вот требования к властям? Ну и с того, что мы видим на протяжении уже более 12 лет, вот с 2010 года, можно сказать, начались активные протестные настроения в Жан-Озене, требование митингующих, тех, кто их поддерживает, оно остается неизменным, это создание рабочих мест. То есть люди не просят того, чтобы им дали какую-то бесплатную помощь или социальную помощь. Все, что они требуют, это создание рабочих мест, и это, на мой взгляд, обоснованное требование со стороны населения. Однако нужно понимать, что в текущей модели развития города, как нефтетиного моногорода, правительство не сможет для них создать столько рабочих мест, чтобы обеспечить текущее население Жан-Озена. Вот вы говорите по статистике, да, в Жан-Озене, если возьмем, как пример, 150 тысяч населения, порядка 10 тысяч задействованы в нефтегазовой отрасли. Что делают остальные люди, и вообще, как, в принципе, можно их в будущем где-то задействовать, трудоустроить? Ну, если говорить очень крупными мазками, то 10 тысяч человек, которые имеют стабильную заработную плату, могут прокормить комфортно 5 человек, да. Тогда мы получаем население города в 50 тысяч, которое будет комфортно жить на зарплату. Однако остается вопрос, что сделать с проблемой того, что город, он намного больше, чем его экономический потенциал, и при этом очень высокая рождаемость в данном городе. Поэтому, на мой взгляд, конечно, нужна комплексная программа для развития всех моногородов, но для жанрозена нужно учитывать особенности этого моногорода, что не на другие моногорода в Казахстане, а, допустим, на такие населенные пункты, как Сахалин или Аляска, которые отдаленные, тупиковые, и при этом очень дорогие для жизни. Казахстан, меньше минуты остается. Хочу задать последний вопрос. Со следующего года в Казахстане, как ожидается, запустят проект Национальный фонд детям, и согласно проекту детям с рождения будут открывать счета, на которые будут поступать деньги в долларах, с нефтедобычей. Почему это не было сделано раньше, буквально в 20 секундах, если можете? Раньше это не было сделано, потому что не было такой потребности. Это больше политический шаг, чем экономический. Нет никаких экономических оснований говорить о том, что это поможет повысить уровень производительности труда, либо улучшить качество образования в республике. Поэтому для этого решения я могу сказать, что это больше политическое решение, чем экономическое. Но возвращаясь к вопросу для Жанава Зена, допустим, более комплексным решением было бы снизить размер корпоративного подоходного налога для малого и среднего бизнеса, для того, чтобы он стимулировать внутренние инвестиции в Жанава Зен, ну и также запустить программу для обучения молодежи из Жанава Зена, предоставлять им гранты, чтобы они обучались в других городах и, соответственно, получали там рабочие места. Я думаю, два этих решения, они бы помогли снизить градус давления в Жанава Зене. Большое спасибо, Касымхан Капаров был с нами на прямой связи. Спасибо за беседу, всего доброго. Смотрите далее в нашей программе. В Бишкеке суд отпустил под домашний арест семерых фигурантов Кемпирабадского дела. Причем инициатором этого гуманного шага стали следователи. За решеткой остается правозащитница Рита Карасартова. Уже не ждем. Ничего хорошего. Я не знаю, почему мою маму оставили. В Казахстане и Китай собираются ввести взаимный безвизовый режим. Если документ одобрят казахстанцы, могут находиться без визы в Китае, а граждане Китая в Казахстане до трех месяцев с момента пересечения границы. Согласно документу, граждане двух государств могут находиться в соседней стране не более 30 дней с момента пересечения границы и 90 дней в течение полугода. Безвизовый режим допускается для туристических, частных и деловых поездок. Проект постановления вынесло на публичное обсуждение Министерства иностранных дел Казахстана. В июле прошлого года в стране ввели двухнедельный безвизовый режим для граждан Китая. В начале этого года незарегистрированная партия «Атажур» потребовала отменить 14-дневный безвизовый режим для граждан Китая. Представители партии заявили, что на деле облегченный режим не распространяется на этнических казахов китайского Синьзяна. Тем временем в Китае запустили новый туристический проект для граждан страны, которые хотят побывать в Казахстане. Местные жители считают эту страну крайне привлекательной для посещения. Однажды я был в Казахстане, и это было очень приятно. У него схожие с нами обычаи и привычки. Я очень рад возможности принять участие в этом проекте. Мы активно сотрудничали с туристическим агентством, чтобы позволить туристам покупать билеты заранее и заранее садиться в день поездки, чтобы они могли получить больше удовольствия от поездки. Расширение экономических возможностей, безопасность границ и развитие эффективных институтов управления. Новый посол США в Таджикистане на своей пресс-конференции обозначил приоритеты своей работы. Мануэль Микалер также заявил, что Вашингтон ставит демократию права человека в центр своей внешней политики. Ранее представители гражданского общества в Таджикистане подвергали критике предыдущих послов США за отсутствие с их стороны должного внимания к вопросам прав человека и, наоборот, за чрезмерное оказание финансовой и технической помощи силовым структурам страны. Комментируя это, Мануэль Микалер заявил, что пристальное внимание к вопросам безопасности связано с ситуацией в Афганистане. Вашингтон и Душамбе обозначили это направление как наиболее приоритетную сферу сотрудничества. Но, тем не менее, посол отметил, что в ходе своей миссии будет уделять больше внимания вопросам гражданских свобод в Таджикистане. В сфере прав человека у нас давно ведется работа с гражданским обществом, с журналистами и с правозащитными организациями. И я намерен ее продолжить. Важно, чтобы обе стороны были готовы к диалогу. На прошлой неделе Госдепартамент США в своем годовом отчете раскритиковал Таджикистан за нарушение прав человека. Ранее правозащитники Freedom House и Human Rights Watch заявили об ограничении прав человека и давлении на журналистов и блогеров. Официальный Душамбе считает критику в свой адрес односторонней. Почему из СИЗО не выпустили правозащитницу Риту Карасарту? Это один из самых задаваемых вопросов со вчерашнего дня в Кыргызстане. Накануне суд отпустил под домашний арест семерых фигурантов Кемпирабадского дела. Три из них – женщины. Самая интересная и одновременно странная. Суд почему-то отпустил их по просьбе следствия. Напомню, до этого силовики выступали категорически против этого. Тем временем под стражей все еще остаются 16 фигурантов дела. Этим продолжит Манас Аджигитов. Многие ожидали, что сегодня в Первомайском райсуде Бишкека продолжатся процессы по изменению мер пресечения фигурантом Кемпирабадского дела. Родные адвокаты надеялись, что, возможно, под домашний арест освободят и правозащитницу Риту Карасартову. Однако ничего не происходит. С утра никаких новостей ни от адвокатов, ни из суда. Дочь Карасартова Кассиет все еще надеется, что ее маму в ближайшее время выпустят из-под стражи. Уже не ждем ничего хорошего. Я не знаю, почему мою маму оставили. Считаю вообще нелогичным оставлять одну женщину, как бы по-сексистски это ни звучало, в СИЗО. Она никуда не убежит. Это точно потому, что у нее есть несовершеннолетний сын, который тут учится, как минимум. У нас нет отца. Он умер пять лет назад. И в целом нет ни возможности, нет ни причины уезжать. И почему бы не отпустить ее под домашний арест? Да. Накануне суд отпустил под домашний арест семерых фигурантов кемперабадского дела. Среди них 71-летняя Осия Сацикбаева, 64-летняя Гульнара Джурабаева и 54-летняя Клара Соронкулова. Все они жаловались на плохое состояние здоровья в камере СИЗО. Соронкулова, кстати, находилась там после сложной хирургической операции. И все просьбы адвокатов вернуть ее в больницу вне тюрьмы отклонялись администрации изолятора. И вот спустя шесть месяцев заключения, женщины наконец-то вернулись домой. Но это еще не все. Впереди суд. И комментировать что-то пока не хотят. Вы же знаете, мы сейчас опять еще что-нибудь лишнее, тяхно, ляпнешься и опять окончится в том же самом месте. Поэтому домашний арест, там есть свои определенные условия. Я думаю, всему свое время. Сейчас, я думаю, надо от каких-то комментариев воздержаться следствия. По домашний арест накануне также освободили активистов Талайбека Мадаминова, Мамбиджунуса Абылова, Чингиза Капарова и Улукбека Маматаева. Последний также недавно перенес сложную операцию, и его с больничной палаты также возвращали в тюрьму. Все, кому вчера изменили меру пресечения, говорят, что для них это стало большой неожиданностью. Адвокаты заявляют, что это стало возможным из-за того, что инициатором изменения меры пресечения выступило следствие. Следствие просило изменить меру пресечения на домашний арест. Мы просили на подписку о невыезде. Мы не знаем, почему следствие ходатайствовало о домашнем аресте. Для нас это большой вопрос, но мы поддерживаем этот шаг. Думаю, что всех задержанных по этому делу нужно отпустить. Следствие проводилось пассивно, поэтому они и раньше, находясь под домашним арестом, могли приходить на необходимые мероприятия. Когда будет суд по этому делу, по-прежнему непонятно. Следствие тянется уже полгода, а в МВД, где расследуют это дело, отказываются что-либо сообщать, ссылаясь на некую гостайну. Два месяца назад делу присвоили грифт секретности. Обвиняют фигурантов ни много ни мало в подготовке насильственного захвата власти, тогда как активисты выступали против передачи Кемпирабадского водохранилища Узбекистану. Всего арестовали 27 человек, 16 из них все еще находятся под стражей. Манас Ачгидов, Азат Интымаков. Настоящее время Азия. Кыргызстан. На этом все. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих местных телеканалов и в прямом эфире на канале Настоящее время Азия в Ютьюбе. Больше информации и видео на нашем сайте currenttime.tv. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова